Сегодня к Елизавете II на балконе Букингемского дворца присоединились члены королевской семьи. Они предстали перед десятками тысяч ликующих британцев, празднующих исторический платиновый юбилей правления. 96-летняя монарх воскликнула невероятно, когда прибыла туда из Виндзорского замка. Вместе с герцогами кембриджскими, их детьми, принцем Чарльзом, Камилой Паркер-Боулс и другими старшими членами королевской семьи она смотрела парад и пролет королевских ВВС. А где же все это время были герцоги сасекские, которые ранее прибыли на платиновый юбилей? Позади! Принц Гарри и Меган Маркл не вышли на балкон, но фотографы успели запечатлеть их в открытое окно дворца. Так папарацци заметили, что Меган приложила палец к губам, стоя рядом с юными Саванной Филлипс, Мьё и Леной Тиндал. Очевидно, Маркл пыталась угомонить детей. Сасексы также поговорили с герцогом Кенским, который присоединился к своей кузине-королеве на балконе. Гарри был одет в костюм, а не в военную форму, как его отец принц Чарльз и брат принц Уильям. Появление пары – их первый официальный визит более чем за два года. Ожидалось, что они привезут трехлетнего Арчи и почти годовалую Лилибет на публичное воссоединение семьи, хотя детей пока нигде не было видно. Младшая Лилибет до сих пор не была представлена королеве или ее королевским родственникам, в то время как Арчи не был в Великобритании с тех пор, как ему исполнилось шесть месяцев после того, как его родители переехали в Лос-Анджелес. На следующей неделе все старшие члены королевской семьи и некоторые другие видные экс-члены, такие как принц Гарри и Меган Маркл, публично отпразднуют платиновый юбилей королевы Елизаветы II, который отмечает ее 70-летие на троне. Что само по себе уникально. Если вы поклонник традиционной королевской пышности и торжественности, то точно оцените каждую секунду юбилея, потому что. По словам по крайней мере одного королевского эксперта, это станет важным поворотным моментом для королевской семьи Великобритании. Это был необыкновенный золотой век, которым она руководила, и в определенный момент все кардинально изменится, поэтому я думаю, что эти несколько дней будут действительно важны. Все должны выйти и отпраздновать это событие. Королева сможет в полной мере насладиться обожанием народа, а вот Гарри и Меган отказались от большинства публичных выступлений во время празднования, которое начнется в четверг, 2 июня, и продлится до воскресенья, 5 июня. Я хотел бы надеяться, что все будет сосредоточено на ней. Честно говоря, чем меньше отвлекающих факторов, тем лучше, говорит Хьюго, явно имея в виду участие, в нашем случае не участие, Сасиксов в юбилее. Что касается тех драматических изменений, которые монархия претерпит в ближайшем будущем, возможно имеются в виду способы. С помощью которых принц Уильям и Кейт Мидлтон, как ожидается, модернизируют монархию, поскольку сейчас именно они играют в ней наиболее заметную роль. Ожидается, что эти изменения начнутся еще до того, как Уильям станет королем, а королевские инсайдеры говорят, что пара уже планирует внести значительные изменения, как только они станут принцем и принцессой Уэльскими, а принц Чарльз станет королем. Эти изменения, которые источники назвали кембриджским вариантом, включают в себя упорядочение дворцового персонала. Обращение к самим герцогам более небрежно, просто Уилл и Кейт, вместо их полных официальных титулов, и отказ от формальных традиций, таких как поклоны при встрече. С тех пор, как Кейт Миддлтон и принц Уильям официально объявили о том, что они являются парой, то тут же стали любимчиками королевских поклонников. Одновременно влюбленные стали фаворитами Елизаветы II. Правда, на одобрение монарха повлияли ошибки прошлого, связанные с принцем Чарльзом и Дианой. Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в Сент-Эндрюском университете в Шотландии еще в 2001 году. Пара тайно встречалась на протяжении трех лет, а официально объявила о своем статусе лишь в 2004 году. Потом возлюбленные прекратили свое общение, но в 2007 году британские таблоиды сообщили, что наследник престола и девушка из Сент-Эндрюса снова вместе. В 2011 году пара сыграла свадьбу, а монаршие эксперты заявили, что королева в восторге от того, что Кейт Миддлтон любит и принимает принца Уильяма таким, какой он есть. «Она была впечатлена тем, что Кейт любит Уильяма не за титул», пояснил Эндрю Мортон. Также эксперт рассказал, что ее величество всегда поддерживает пару, чего не было с Чарльзом и Дианой, поэтому, очевидно, таким образом монарх проводит работу над ошибками. Брак у Эльских действительно был наполнен стрессом и скандалами, а во дворце всегда ходили слухи о том, что королева не помогала принцессе Диане принять ее статус, а Чарльзу советовала лишь остепениться. Однако, когда Кейт и Уильям начали встречаться, монарх вдруг почувствовала, что теперь семья и корона в безопасности. Их отношения отличались от того, что происходило между Чарльзом и Дианой. Правда, другие представители дворца сомневались в том, что у будущей супруги Кембриджского хватит силы духа, чтобы освоиться в королевском обществе. Большинство студенческих романов распадаются. Однако, когда они расстались, Уильям буквально приполз к Кейт на коленях и дал понять ей, что она станет его будущей супругой, заключил Эндрю Мортон. После отказа от королевских полномочий мы все реже слышим и видим моменты из жизни супругов Сасекских. Однако на последних майских выходных в сеть попали редкие кадры счастливой семьи с британским прошлым. Пара выбралась на пикник в компании сына Арчи, а подруга запечатлела этот особенный день в своей памяти. Правда, поклонникам удалось увидеть их всего лишь в движении и со спины. Принц Гарри облачился в свободную белую футболку и шорты актуального фасона карга. А вот Меган Маркл доверилась выбору современной королевской модницы Кейт Миддлтон. Речь идет о бренде Эмилия Викстет, который потрудился над созданием платья с эффектным принтом в виде кораблей. В этот семейный день герцогиня Сасекская отказалась от обуви и ходила босиком по свежей зеленой траве. Что касается малыша Арчи, то родители одели рыжика в белую рубашку и классические синие джинсы. Под развесистым деревом жители Солнечной Калифорнии наслаждались своей свободой и отсутствием пристального внимания королевских поклонников. Королевские обозреватели затаили дыхание в преддверии приезда Гарри и Мэг в Великобританию. Под зену расходятся статьи с предсказаниями непростительных выходок, которые заготовила парочка для любимой бабушки. Лично меня возмутило одно утверждение. Меган требует, чтобы Гарри защищал ее от родственников. Какая неслыханная дерзость. Жена ожидает, что муж будет поддерживать ее. Непостижимо! Чего придумала мадам? Дорогие инсайдеры, кто там поближе? Донесите, пожалуйста, до Меган, что замуж выходит не ради партнерства или взаимовыручки. Муж не должен быть вашей опорой в спорах с родственниками. Его задача обратная. Он должен критиковать вас, желательно публично. Вот начинает свекр делать замечания, а муж должен немедленно присоединиться к разносу. А вот эти мысли, что муж встанет на твою сторону, оставив все разборки для личного разговора за закрытыми дверями вашей спальни, ты, Меган, пожалуйста, выброси своей головушке. Ладно, сарказм закончен. Но тема, думаю, знакома каждому. Свекровь в гости заехала, начинает брызгать желчью, упрекать нудеть, учить жизни. А любимый сынок сидит голову склонив и не думает вмешиваться. В лучшем случае робко что-то вставит. Маменька и не подумает обратить внимание. Ее взор все так же обращен на невестку. И замечания летят только в сторону нерадивой жены. Которая сидит вся оплеванная, смотрит на мужа в бессилии и злости. Или еще ситуация. Вы со своим молодым человеком приходите в компанию. Его друзья начинают подшучивать над вами. А ваш благоверный не только не одергивает приколистов, но еще и начинает ржать вместе с ними. Ладно, когда чужие, но когда близкий так поступает. Давайте не будем лицемерить. Эти ситуации очень распространены и случались с многими из нас. И мы чувствовали себя ужасно. Пытались разговаривать со своим партнером, который мог бы и похвалить нас перед своей мамой, а не кидать на растерзание. На мой взгляд, Меган права, что рассчитывает на поддержку своего мужа. Скажу больше, она имеет полное право обижаться на Гарри. Именно он привел ее в семью и не удосужился объяснить правила, как все устроено.